здравствуйте уважаемые студенты истории физики тема номер си открытие закон сохранения и превращение энергии по плану мы должны рассмотреть четыре тема четыре вопроса развитие кинетической теории газов молекулярно-клиническое столкновение второго закона термодинамики джордж Томсона возникновение статистической механики борьба идей вокруг статистического понимания второго закона термодинамики и так открытие закон сохранения и превращение энергии изучение процесса превращения теплоты в работу и обратно и установление механической эквивалента теплоты сыграли основной роль открытия закона сохранения и превращения энергии однако это открытие было подготовлено всем ходом развития физики в первой половине 19 века все больше и большее место физических исследований занимали исследования явлений которых мало имела место превращения различных форм движения друг друга исследования химических тепловых световых действий электрического потока изучение его пандер моторного действия изучение процесса превращения теплоты в работу и так далее все это способствовало возникновению и развитию идеи взаимопревращаемости сил природы друг друга эта идея возревала и начинала вступать в конфликт со взглядами основанными на концепции невесомых эту идею все чаще высказывали различные ученые и нужен был один шаг чтобы эта идея сформировала оформилась физический закон этот шаг был сделан многими учеными интересно отметить что ряд из них не были специалистами физиками момент открытия закона сохранения и превращения энергии основную роль установления закон сохранения и превращения энергии сыграли немецкий врач майер немецкий ученый гельмгольц тогда был он врачом и физиологом лишь затем стал физиком и наконец англичанин джоу занимавшийся физическими исследованиями обо всех этих ученых ребята вы уже слышали знаете роберт майер занимался медициной и физиологией в 1840 году он обнаружил что кровь взятая из вены у людей живущих в тропиках имеет более яркий цвет нежели у людей живущих в европе исследуя это явление майер решил что причиной этого служит различие в разности температур человеческого тела и окружающей среды размышляя над этим вопросом он решил в конце концов к общей он пришел конце концов к общей идей о неразрушимости сил природы и о способности их превращаться друг в друга свои взгляды и выводы майер впервые изложил в работе о количественном и качественном определении сил здесь под словом сила майер понимает то что в дальнейшем стали называть энергии этот термин он сохраняет и в последующих своих работах силой по майеру причины изменяющиеся изменяющие взаимные отношения между веществами тел из законов логики и принципа причинности по майеру следует что сила не уничтожимые объекты но изменяющиеся своим качеством наука изучающая вид бытия сил физика должна считать количество своих объектов неизменными и только качество их изменяющимся полагает майер далее он пишет движение теплота и как мы намерены пока на дальнейшем электричество представляет собой явление которые изменяются друг друга и переходят друг в друга по определенным законам том же году 841 майер написал новую работу по тому же вопросу и учитывая свой неудачный опыт послал ее химико-фармацевтический журнал но это по-французски где она и была напечатана в 1842 году под названием замечание в силах неживой природы в этой статье также в основном носящий общий характер майер уже более обстоятельно поразил свои идеи и не допускал ошибочных положений которые содержались в первой статье новым важным моментом было то что говоря о превращении механической энергии в теплоту майер впервые устанавливает существование механической эквивалентной теплоты майер сообщает далее что он проделал соответствующий расчет используя известные уже тогда значение теплоемкости воздуха при постоянном давлении cp и теплоемкости при постоянном аммиоме cv и нашел механический эквивалент теплоты который по его расчетам оказался равным триста шестьдесят пять метров килокалорий 1843 году независимо от майера к открытию эквивалентности теплоты и работы а затем к закону сохранения и энергии пришел англичанин джеймс прескот джоул начиная с восемьсот сорок первого года джоул занимался исследованием выделение теплоты электрическим током в то время в частности он открыл закон независимо от установлен так же ленцем здесь уже закон джоул и ленцем поэтому и называется эти два ученые независимо друг от открыли этот один и тот же закон исследуя затем общее количество теплоты выделяемой во всей цепи включая и гальванический элемент за определенное время он определил что это количество теплоты равно теплотехимической реакции протекающей в элементе за то же время у него джоули складывается мнение что источником теплоты выделены в цепи электрического тока являются химические процессы проходящие в гальваническом элементе а электрический ток как бы разносит эту теплоту по всей цепи он написал что электричество может рассматриваться как важный агент который переносит упорядочивает из и изменяет химическое тепло но источником электрического тока может служить также и электромагнитная машина как в этом случае нужно рассматривать теплоту выделяемый электрическим током джоул задается также вопросом что будет если в цепь с гальваническим элементом включить магнитоэлектрическую машину то есть электродвигатель как повлияет это на количество теплоты выделяемый током в цепи открытие механического эквивалента теплоты привела джоули к открытию закон сохранения и превращения энергии в лекции прочитаны им в 1847 году манчестер и он говорил вы видите следовательно что живая сила может быть превращена в теплоту и что теплота может превращаться в живую силу или в притяжение нас расстояние все трое следовательно именно теплота живая сила и притяжение на расстоянии которым я могу перечислить свет взаимно превращаемые друг в друга причем при этих превращениях ничего не теряется герман генгольц врач и физиолог по образованию сразу после окончания медико-хирургического института занимался исследования в области физиологии в частности связанными с вопросом преобразования различных форм энергии в живом организме эти исследования привели к вопросу какие отношения должны существовать между различными силами природы если принять что прийти уму был вообще невозможен работа над этой проблемой герман гольц также пришел к открытию закон сохранения превращения энергии он написал работу которой по гендорф также отказался напечатать в своем журнале она была опубликована отдельной книгой в 1847 году томса уже 1848 году опираясь на работу джоуля применяем закон сохранения и превращения энергии к явлению электромагнит индукции он показал независимо от генгольца что общая работа потрачена на произведение движений вызывающую электромагнитную индукцию должна быть эквивалентна механическому эффекту потерянному току становление закона сохранения и превращения энергии было революционным шагом в развитии физической науки и науки вообще этот закон связывал воедино все физические явления все лидируя метафизические перегородки между отдельными областями физики закреплен закреплено учением одни весомых которому теперь пришел конец невесомые материи были окончательно изгланы из физики энгельс писал физические силы и эти так сказать неизменные виды физики превратились в различным образом дифференцированные и переходящие по определенным законам друг друга формы движения материи и знаки была устранена случайность наличие как такого-то и такого-то количества физических сил ибо было доказано им взаимный свет и переходу друг у друга и в конце ребята ответим на вопросы три вопроса на этом урок закончен до свидания